Футбольный клуб Амкар завершил первый этап подготовки к весенней стадии чемпионата страны по футболу. Проведя учебно-тренировочный сбор в Черногории, сыграв пару контрольных матчей, команда вернулась на родину. В Перми амкаровцы пробудут два дня. 27 января им предстоит отправиться на Кипр. Там состоится второй предсезонный сбор нашей команды. На Пермском трамплине набирает обороты новый сезон. Очередным соревнованием стало первенство Пермского края среди юношей. В разных возрастных группах за награды поспорило более полусотни спортсменов со всего Пермского края, где развивается этот вид спорта. Выступили и все прикамские лидеры. Кстати, недавно они побывали на сборе в Австрии вместе с лучшими летающими лыжниками из других регионов страны. Были в городе Штамс, Австрия. Тренировались со сборной России. В России нормально прошел сбор, понравились. Сказали, что с лета будем работать вместе. Трамплины международного уровня и получше, чем у нас в России. У нас в России нет таких трамплинов. Борьба за пальму первенства развернулась очень серьезно. Спортсмены пытались пробиться в сборную Пермского края, которая вскоре отправится в Уфу на молодежную спартакиаду. Сезон у нас только еще впереди. После спартакиады сразу идет отбор. В Уфе также будет. Вот сейчас 26-29 отбор в Уфе на первенство мира. Ну там со всей России съедутся сильнейшие спортсмены. Пятеро сильнейших поедут на первенство мира. То есть мы хотим тоже попытать счастье там, поучаствовать, показать свои результаты. Что касается спортивных итогов краевого первенства, то тройка призеров на самом большом трамплине выглядит следующим образом. Лучшим стал Сергей Куликов, второе место занял Никита Окс, а Алексей Комынин завоевал бронзу. Олег Романов, телевизионная служба новостей.